Дома и Люди В 1783 году вдова конференц-секретаря Академии художеств, писателя и переводчика Салтыкова Мария Сергеевна Пробрела у директора той же Академии Закревского частично уже построенный им дом с заготовленными строительными материалами Андрей Осипович Закревский приходился родным племянникам братьям Разумовским Естественно его служба шла как по маслу Воспитывался он при дворе Елизаветы Вместе с братом Григорием и тремя кузенами был пост на Женеву для завершения образования Руководивший имя гувернер Диццель миновал своих питомцев князьями таракановыми В 1774 году Закревский занял пост директора Академии художеств На котором пробыл 10 лет прилично Ну а что касается Салтыкова, который купил у него дом Она достроила купленный ее дом, а спустя 7 лет продала Тайному советнику Петру Александровичу Саймонова Который прикупил к нему участок слева Это где ныне стоит дом 32 Принадлежащий профессору Урсиниусу В 1799 году это был трехэтажный Семь окон по фасаду Еще без балкона Который появился, судя по акварели Мартынова В 1810-х годах Саймонов пал в немилость Был выслан в Москву И скончался с том от удара Не выдержав потрясений, вызванной опалой И безвременной смертью жены Случилось это в 1800 году Желающих купить дом, который был выставлен на продажу Свыше цены 25 тысяч рублей Не нашлось И поэтому дом остался за старшей дочерью Саймонова Софьей Петровной Свечиной Существует довольно обширная литература Преимущественно на французском языке Ее произведения, дневники и письма Многократно переиздаваемого во Франции Но привлекали внимание эти письма и в России В Свечиной написано множество религиозно-нравственных трактатов На французском языке И даже ходили упорные слухи О предполагаемой канонизации этой женщины Незадолго перед смертью Петр Александр Саймонов Выдал свою 17-летнюю дочь За 42-летнего генерала от инфантерии Свечина Это был брак с нелюбимым человеком И она вышла замуж Повинуясь желанию родителя Говоря о Свечиной Софье Петровне Надо сказать, что она была знакома с Тургеневым и Вяземским Существует переписка Между Тургеневым и Вяземским Где в общем Тургенев признается В любви к Свечиной Вот он пишет Вяземскому Варшаву Не тот служил Через неделю провожаю Софью Петровну в Париж С нею Решусь я истинного наслаждения в жизни Которое полагаю в дружбе И свободном сообщении мыслей и чувств Провожаю Софью Петровну на днях А сердце сжимается от грусти Свечина уехала на границу И в Россию уже не возвращается Дом в Петербурге она продает Марине Дмитриевне Гурьевой Супруге дипломата Водительцем же Примыкавшего к дому Долго время пустовавшего участка Становится статский советник Масальский Который выставил на нем В 1816-1819 годах Ныне существующий дом 32 Кстати где жил Александр Сергеевич Пушкин Совсем рядом В конце 1820 года Бывший дом Свечина А затем Гурьевой Переходит незадолго перед этим Обдавивший к княгине Екатерине Васильевне Салтыковой Дочери Долгорукой И сестре Долгорукого младшего Супружеская жизнь Екатерины Васильевны Вышедшись замуж за младшего сына Фельдмаршала светлейшего князя Салтыкова Сергея Николаевича Сложились до того неудачно Что в общем сам император Александр I Предложил ей развестись с мужем Устроить новую блестящую партию Но княгиня отличалась религиозностью Благочестью Она отлонила это предложение И терпеливо несла свой крест До 1828 года Когда ее супруг переселился в Новомир После смерти бездетного Салтыкова Дом пришел по наследству к племяннику Ну а водова в общем осталась нищего Надо было думать о крыше над головой И княгиня приобрела у Гуревой дом Расположенный в двух шагах От ее прежнего жилища И недалеко от дворца Что-то было очень удобно При ее придворной службе В 1835 году Екатерина Васильевна Была пожалована в статсдамы А позднее исполняла обрабязанности Гофмистерины То есть старшая над придворными фрейгнами Предсосаревня Затем императрица Майя Александровна И супруги Александра Второго В своем имении Салтыкова на реке Ухта Набоженная Екатерина Васильевна Основала небольшую богоделу Для бедных женщин Выстрела в 1850 году По проекту архитета Львова Каменную церковь во имя Святой Екатерины Дом же на набережной достался по завещанию Внучатой племянницы покойной княжне Екатерины Григорьевны Гагариной Которую в ту пору исполнилось всего 18 лет Ее отец, вице-президент Академии художеств Гагарин Первым браком был женат на княжне Анне Николаевне Долгоруковой Которая скончалась в 1845 году В родах при самом появлении на свет маленькой Кате Впоследствии Екатерина Григорьевна Вышла замуж за лейтенанта флота Павла Сергеевича Муханова Павел Муханов участвовал в плавании в далекую Японию Издал несколько альбомов Своих литографированных рисунков Под названием «Воспоминания о Японии» Публиковал их в некоторых журналах В частности, у него были письма Которые он публиковал Они назывались «Дневник Гардемарина» На фрегате «Аскольд» Надо сказать, что в 1867 году Здесь нанял квартиру, вернувшись с женой за границей Известный поэт и драматург Граф Толстой Алексей Константинович Для Алексея Константиновича Это был период большой творческой активности Он заканчивал работать на трагедии Царь Федор Иоаннович И поэтому, готовясь к постановке На сцене, читал Специально приглашенными гостями Среди которых были представители Разных родов искусства Писатели, актеры, композиторы Читал какие-то части своей пьесы Вот как пишет Боткин своему другу Об этих все толстовских вечерах Он пишет Фету Всего чаще бывают у Толстых Где все приятнее И я несказанно рад, что они На нынешнюю зиму проводят в Петербурге Надо сказать, что дом Толстых Есть единственный дом в Петербурге Где поэзия не есть дикое Бессмысленное слово Где можно говорить о ней И к удивлению здесь же нашла себе приют И хорошая музыка Так пишет Толстой Фету В 1891 году Мухановы Расстаются со своим домом Его покупают вдава подполковника Егора Борисовича Герсиванова Елизавета Михайловна А годом позже, после ее смерти Он переходит к ее дочери Наследницы Вере, Александре и Анне Герсивановы принадлежали К старинному дворянскому роду Грузинского происхождения Дядя Николай Борисович был писателем-публицистом И военным историком Что до 1917 года Домом владели две дочери Вдовы Герсивановой Княгиня Арбелиане И графиня Рибиндер Ну а потом революция Ну вот, собственно говоря, наверное, все Что можно было рассказать О доме по адресу Кутузова, 34 О тех людях, которые здесь жили И кто владел этим домом Все, всем пока, всем привет, до свидания Я пользовался замечательной книгой Иванова Дома и люди И сайтом CityWall Интернет-изданиями Пока-пока, до свидания, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин